Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Это большая честь быть здесь. Я думаю, это очень интересно. Сегодня, посмотрев все эти прекрасные стартапы, ну, чуть более я, наверное, дам некоторые индивидуальные оценки, но и с другой стороны, я, наверное, поскольку я получил приглашение, как еще и руководить рабочую группу Интернет плюс Китай, поэтому мы открываем прекрасную дорожку для тех российских амбициозных, в кавычках, амбициозных и прекрасных стартапов. Если вы ищете на, будете на колобан рынок, особенно в Китае, тогда мы точно можем помочь вам. Смотрим видео о компании. Сегодняшние инновации кажутся прорывом, но они ограничены узким пониманием доступных ресурсов. Технологии занимают все больше места в нашей жизни, и мы начинаем понимать, как сильно они могут повлиять на инновации в мировом масштабе. Вместо того, чтобы развиваться изолировано, технологические отрасли могут и должны способствовать взаимному развитию. Для LeEco, ведущей глобальной технологической компании, инновации и прорывные технологии основа бизнеса, LeEco строит техноэкосистему следующего поколения, применяя подход, ориентированный на пользователя, на вас. Мы объединяем культуру, контент, стиль жизни и развлечения в глобальном масштабе и меняем жизнь людей. Работа экосистемы LeEco основана на четырех элементах. Платформа, контент, устройства и приложения. Экосистема LeEco состоит из семи интегрированных бизнес-вертикалей. Интернет и облачные службы, контент, смарт-ТВ, мобильные устройства, автомобили, спорт и портфельные бизнес-услуги. В центре открытой экосистемы с вертикальной интеграцией находятся пользователи. LeEco создает продукты и услуги, которые подходят для людей с самыми разными интересами. Это не бренд, который определяет стиль жизни. Это бренд, который подстраивается под ваш стиль жизни. В медиатеке LeEco более 100 тысяч эпизодов телесериалов и 5 тысяч фильмов, защищенных авторским правом. С LeEco сотрудничает все больше ведущих киностудий. Компании также принадлежит собственная киностудия LeVision Pictures. Работая по уникальной интегрированной модели, LeEco меняет киноиндустрию. Для музыкального бизнеса LeEco также предлагает новые подходы. Мы первыми стали проводить прямые трансляции концертов в формате качественного потокового видео. Пользователям предлагается платная модель показа интернет-концертов LeVHouse. LeSports – ведущая китайская компания, которая проводит спортивные трансляции. Ей принадлежат права на показ 310 спортивных соревнований, при этом права на 72% трансляций эксклюзивные. Это прямые трансляции 10 000 матчей в год. LeEco принадлежат исключительные права на трансляцию матчей китайской высшей футбольной лиги уже в течение двух лет. Оценка LeSports в 2016 году составит 21,5 миллиард юаней. Телевизоры LeEco Super TV учитывают потребности пользователя. Они работают на операционной системе e-UI и поддерживают огромную библиотеку приложений и видео. Стильный дизайн и новейшие технологии позволяют получить максимум удовольствия от просмотра. В 2015 году мы продали более 3 миллионов Super TV и стали лидерами китайского рынка Smart TV. Смартфоны LeEco также меняют мир пользователей, в том числе благодаря мобильной ОС и UI. Второе поколение смартфонов LeEco — это воплощение эстетики и передовых технологий. Впервые в мире в смартфонах используется стандарт воспроизведения аудио CDLA — цифровое аудио без потери качества. Так мы вывели отрасль на новый уровень. Сетевой магазин LeMall вошел в число трех крупнейших электронных торговых площадок. LeMall США обеспечивает обслуживание за пределами Китая и доставку всего набора смарт-устройств LeEco. LeEco — единственная компания, которая создает контент для всех шести видов экранов. Стратегический партнер LeEco — автомобильная компания Faraday Future. Благодаря этому сотрудничеству мы разрабатываем электрокар LeSea и меняем автомобилестроение. Мы создаем открытую интегрированную экосистему энергоэффективных и интеллектуальных автомобилей, которые включаются в единую сеть. LeEco внедряет инновации и в других областях. Открытая облачная платформа обеспечивает максимальную в отрасли пропускную способность. Она превышает 20 терабайт и включает в себя более 680 сетей доставки контента, или CDN, в более чем 60 странах мира. Кроме того, LeEco активно участвует в портфельном бизнесе, в том числе в интернет-финансах и инкубаторах инноваций. Пользователи получают доступ к набору продуктов и услуг высокого качества в составе интернет-экосистемы LeEco. Мы развиваем инфраструктуру сразу в нескольких странах. Ключевые офисы компании расположены в Пекине, Кремниевой долине, Лос-Анджелесе и Москве. Также LeEco строит бизнес в Гонконге и Индии. Будущее по версии LeEco – это глобальная экономика на основе инновационной экосистемы, прорывных технологий и непрерывного внедрения инноваций. Успеха достигает 1%, который не боится мечтать о том, что 99% считают невозможным. Только так мы можем построить совершенное будущее. LeEco создаёт комплексную интернет-экосистему нового поколения и приближает новую технологическую эпоху. Вау! Ну что, друзья, кто теперь скажет, кто знает, что такое за компания LeEco? Я вот ничего этого не знал. Причём я ролик получил совершенно за час до презентации, потому что это какой-то супер-секретный ролик, специально под нас готовили. И вот он. Виктор, ну, пожалуйста, на главную сцену и оцените стартапы, что понравилось, что интересно. Ну, сегодня мы посмотрели разные семь стартапов, которые представляют достаточно большой интерес. Но с моей индивидуальной точки зрения, поскольку мы за прошедшие 20 лет на колобанном рынке оценили разные стартапы и оценили их возможность дальнейшего роста. Может, поблизи микрофончик? А в принципе, самое главное, с моей точки зрения, это обязательно использование элементов для success factor на колобанном рынке. Первое, это география, то есть возможность роста на колобанном рынке, это первое. Второе, обязательно использование информационной технологии, особенно в области интернета. И это касательно еще и модели монетизации. Если она пойдет именно, позирующая, скажем, на искусственном интеллекте, то, скорее всего, у нее есть прекрасное будущее. И в этом отношении, конечно, мы видим, что некоторые компании, они хорошие, но нету достаточной возможности модели монетизации именно в плане, как его дальнейшим образом можно легко тиражировать. Как всегда, самый главный челлендж, вызов именно заключается в этом, для стартапов. В этом отношении, конечно, мы видим некоторые компании, они наиболее интересны с точки зрения именно социальных сетей, общения между людьми, а также на базе этого модели монетизации. Интересно, это, мне кажется, два проекта. Первое, это Челябинск, то, что из COPEC-U, поскольку мы сами занимаемся электронной коммерцией, этот проект может, в принципе, помочь увеличить, скажем, уровень конвердации. И еще одна интересная вещь, это, как говорится, красота спасет мир. Это особенно будет интересно, поскольку мы тоже являемся контентоориентированной компанией, несмотря на то, основной бизнес мы делаем на смарт-устройства, на гаджеты. Включая смартфоны, смарт-ТВ, электромобили с автопилотом, так же еще и виртуальной реальностью и аргументированной реальностью. Поэтому, то есть, все эти возможности предоставляют массовое пространство, виртуальное пространство для реализации именно прекрасного пола. То есть, все раскрываете, все ваши лепестки красивых цветов. Настоящий мужчина, слушайте, вот настоящий. А как там Jet Hunter? Jet Hunter, мне кажется, это есть sharing economy. В принципе, он похож на Airbnb или подобные проекты. Но единственное, что, поскольку это бизнес-класс на, скажем, частные самолеты, все-таки это очень для элитного только класса общества. В принципе, он не на массовое. Не на массовое террорирование. В принципе, тренация в некоторой силе имеет определенный интерес. Но в большом плане, мне кажется, проекты должны быть именно в сторону амонизации. Тоже предоставлять массовый рынок. В этом отношении, конечно, красивые девушки, эти прекрасные возможности. В принципе, уникальные. Во всем мире Россия, как Белоруссия, Восточная Европа, где наивысшая концентрация красивого пола человечества. Мне кажется, как раз здесь прекрасные возможности реализации таких возможностей. У меня есть предложение. Мне кажется, что топ-модель по русски, мне кажется, с вашим посылом, мне кажется, это идеальный партнер для того самого рекламного контента на весне. Представляете, когда русские красавицы будут рекламировать китайские телевизоры. В принципе, да. На самом деле, 12 сентября мы уже сделали первую попытку. Мы пригласили, а, да, поздравляю вас, на ваш день рождения мы пригласили 5 русских красавиц. Не таких, да, но, по крайней мере, красивых, да. Мы показали через интернет свои сети, 300 миллионов наших ежемесячных аудиторий. Мы собрали для каждого человека достаточно много презентов на один день, на два часа. В принципе, в будущем можно открывать такие возможности для всех. Вот видите, в чем отличие от наших супергостей и супергостей из Китая? Почему? Потому что наши начинают так вдумываться в какие-то сложности, в какие-то трудности, в какие-то стоперы. А здесь, да, мы к этому готовы, мы к этому готовы, мы к этому открыты. То есть сплошная коллаборация, ребят, давайте объединяться. Окей. А что сказать насчет проекта, где знакомство через животных? Ведь в Китае миллиард с лишним человек, а сколько там с собак и кошек? Или их все съели? В этом отношении страннее. Мне кажется, все-таки, давайте лучше поговорить о красивых женщинах. Потому что в Китае 30 миллионов холостяков. А-а-а. Ваш рынок Китай, там 300 миллионов холостяков, понимаете? Поэтому скоро, 11 ноября, мы организуем большое промо-акции вокруг День холостяков. Супер. Давай, да, быть может, перейдем к победителю. Кто, по твоему мнению, наилучший стартап, которому ты вручишь приз? Или, быть может, первый, второй, третий места? Как у тебя распределились? Ну, первый, наверное, это Тэмоно Красс, а Тэмоно Стар, да? Тэмоно Стар первое место. Татьяна, приглашаю вас на сцену. Welcome. Вот, понимаете, да, как нужно брать Китай? Красотой. Красотой. Так, Александр, где наш подарок? Саша? Сейчас, Александр, нам дас подарок. И можно музыку включить в нашу роковую? Сейчас у нас где-то была трок-музыка. Такая у нас была. Не здесь, назад. Сейчас, мы рок-музыку найдем. Чуть-чуть, чтобы было. Саша, дайте нам, пожалуйста, музыки из тробоскопов и подарок в студию. Алекс. Алекс и Александр, дайте нам подарок в студию. Или пока рекламная пауза. Да. Ну, давайте назовем-ка второй. На самом деле, я хочу сказать, почему я выбрал эту компанию, да? Потому что я считаю, что прекрасный балл в России все-таки имеет это достаточно унифицированное во всем мире. И такой шоу-бизнес имеет огромное будущее. И, в принципе, я думаю, с развитием киево-политического отношения между Китаем и Россией открывается великий потенциал в этом участке. И мы создаем, кстати, и бизнес, который показывает русские красавицы в Китае. Так же мы снимаем и так же сопроизводство фильмов, телесериалов и так далее вместе с российскими партнерами. Поэтому я думаю, как раз в течение этого месяца мы еще открываем так называемую социальную продкастинг-компанию. Это именно интернет-компания, интернет-сервисы. Будем через интернет, допустим, транслировать. Прекрасная девушка. То есть вы можете показать, в виртуальном виде вы можете показать всем, кто хотят видеть вас. Допустим, через интернет. В Китае вот такие проекты, они одновременно позволяют просто налюбоваться на красивой девушке. Допустим, несколько миллионов человек одновременно. Ну, при условии того, что стартап-шоу сейчас коллаборируется с топ-российской красавицы, да? Стартап-шоу будет транслировать в Китае. Вот. И в этом случае у нас получится, что стартап-шоу транслируется в Китае. И умные, красивые девушки из России транслируются в Китае. И все это на телевизоры и на смартфоны лекарь, мне кажется, прекрасная коллаборация. Вот почему был выбор такой. Не просто потому что девушка красивая, а потому что это ход такой. Самое важное, приятное, сочетательство с болезнью. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Ты нам покажешь, что там такое? Я? Да. Да, если возможно, вы еще приходите на наши первые в мире бренд-сторы в торговом центре Атриума. Вы там познакомитесь с этими прекрасными аппаратами. Так и еще крупнейший в мире смарт-телевизор 120-дюймовый. Всего лишь за небольшие копеечки. Вот это не понравилось. Всего лишь там за небольшие копеечки. Виктор, давайте перейдем к вопросу. Спасибо большое. Вот нам фото, пожалуйста, победителя. Фото победителя. Сейчас еще одно фото. Танечка, спасибо тебе большое. Мы переходим к вопросу. Друзья, готовьте ваши вопросы. Тот, кто лучше задаст лучший вопрос, тому будет подарок. Такой же смартфон. Спасибо тебе, Танечка. Виктор, скажи, пожалуйста, ты смотрел Кавказскую пленницу? Да, конечно. Комсомолка, спортсменка, еще что-то. Вот. Друзья, вы поняли, откуда это было? Я не рад. Вот это вот. Я думаю, слушайте, точно Кавказская пленница. Слушай, ну всем интересно. Знаешь, меня многие спрашивали, а Виктор говорит по-русски. Я говорю, в общем, да. Но, разумеется, я даже сам спрашивал. Я еле-еле договорил, да. Вот. И нам было интересно, где ты в Москве учился, в другом городе, в каком институте? Успел побывать в разных классических вузах, да, в том числе, это Иркутская политехническая студия, а потом окончил образование в Ленинградском политехническом институте имени Калинина, так и еще и Московская авиационная, и Бауманская. То есть я так понимаю, что это ты тот самый известный китаец, который обошел все ночные клубы Санкт-Петербурга? Ну. Это тебе легенды ходят, нет? Не будем говорить про это. Ну, судя по выбору победителя. Ну, Сохова это точно, да. Я понял тебя. Хорошо. Слушай, а за сколько лет ты русский язык выучил? Всего лишь за 17 лет. За 18 лет? Слушай, ну, у тебя, кстати, акцента практически нет никакого. Ладно, переходим к следующим вопросам. Что тебе дало вот знание русского языка? И вообще, польза от этого есть, что ты, ну, китаец, что знаешь русский язык? По сути, ты на две крупные сверхдержавы можешь общаться. Что-то дало тебе это, вот, плюсы какие-то? Ну, когда я первый раз приехал в Россию, да, в Москву, это еще зимой, практически 27 лет назад. 27 лет назад, а это как еще Советский Союз. Да, это вот, да, я представляю. И ты ходил в шапке-ушанке, ходил, наверное, такой, в пуховике. Придется, придется, да. В пирамидах, наверное, да? Ну. В свитере с Египтом нарисованным, нет? Да, ну, поле-менее, поле-менее. Ну, прошло 27 лет, я думаю, очень многое изменилось и у вас, и у нас. В целом, то есть, это как неравнодушно для меня эта страна, да, и прожил здесь 17 лет, поэтому в целом это взаимосвязная вещь. За эти 17 лет я практически основал бизнес компанией Huawei за рубежом, компанией GT.com тоже за рубежом, а теперь новая очередь это Laiko. Вот я хотел тебя спросить, вот в каких компаниях ты работал, но я уже услышал и все услышали, и вот мне тут в ухо спрашивают сейчас я. Да, спрашивают, а с вакансией есть в компании? Да, есть, и хватит для всех. Я первый, я первый. Я готов быть, ну, как это сказать, подносящим патроны, причем такие бронебойные, фугасные. Да, у нас еще работают много китайские кинозвезды, астрадные звезды. Они еще являются нашими акционерами. Круто. Ты знаешь, нашим партнером является Sputnik News. Это международный, как бы, хаб, наш российский. А так как он относится к ВГТРК, то ВГТРК контракт с китайским Синьхуа. А Синьхуа это первая кнопка в Китае? Это вообще большое покрытие у Синьхуа? Синьхуа агентство, что ли? Да. Синьхуа агентство? Да. Синьхуа агентство, нет, это как интертас. Это агентство, это не покрытие. По всей стране. По всей стране. Так вот, хочу тебя, как сказать, поздравить, либо обратить. Помнишь, они у тебя брали интервью совершенно недавно, вот только-только брали интервью? Все потому, что между Россией и Китаем в информационном поле существует коллаборация, то бишь сотрудничество. И мы скоро будем показывать российские стартапы на весь Китай. И не только. И не только. Ну, то есть пока это весь Китай, и наоборот китайские на всю Россию. Да, правильно. Мне кажется, Лека могло бы в этом нам, так сказать, укрепить нашу коллаборацию, быть вот тем самым звеном, через который бы мы вот это могли пропускать. Мы постараемся сделать так, проложить эту дорогу или создать некую платформу, которая поможет стартапам обеих сторон войти на более глобальный рынок и более весомое, скажем, пространство для роста. Хорошо вопрос. А планируете ли вы развивать экспорт российских товаров в Китай? Мы уже делаем, в том числе мы подписали в мае этого года с Мельником, генеральным директором, ну, в том числе, ВГДРГ, да, и вместо СРЭЦ, российское экспортное центро и институт развития интернета, да, Клименко, Герман, о том, что мы помогаем экспортировать российские мультфильмы и фильмы в сторону Китая. Так же еще и совместное производство фильмов, телесериалов и так далее. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, мы мне, помнишь, была такая поговорка еще в старые времена, что русский с китайцем братья навек? Да. Мы-то это знаем. А знают ли в Китае эту поговорку, эту пословицу? Знают, не только знают, но и практикуют. Вот я ни разу не был в Китае, только впервые оказался в Дубае не так давно, буквально три недели назад, в Китае ни разу не был. Вот, вообще, вот, заходя в магазин, понимаешь, что перед ними русская речь, какое отношение людей, вот просто в обычной лавке, в обычном магазине, какое отношение? Как к туристу обычной, ну, как ко всем, или, может, какой-нибудь эксклюзивный? Ну, как к родственникам, как к родственникам, к соседям. Ничего себе, слушайте. Так, друзья, ну что ж, переходим к вопросам из зала. У кого есть вопросы, давайте ваши вопросы. Там вопрос, вот вопрос, давайте я. Я дам микрофон. Здрасте. Спасибо, Виктор, за выступление, про русский язык было особенно интересно. У меня мой друг, англичанин, жил три года в России, и сказал, что самое сложное в России, это, конечно, язык. Ну, остался в России из-за женщин, да. Вопрос не самый, наверное, приятный будет, но все-таки вчера Путин сообщил, что, скажем, как-то помягче, что будут проблемы с кроссбордер-товарами, да, и поскольку Блека в первую очередь делает акцент на именно таких продажах, да, интернет-продажах, и при этом, зная, что очень хорошо выступил флагманский салон, ну, первый салон в Атриуме, да, на Курской, можешь все-таки как бы забить на эти все инновации, технологии в России, ну, как бы не работает это у нас, да, и делать по старинке, да, вот эти вот шопеншопы, сторен-стор открывать, идти в сети. То есть, наверняка, эта вот история, да, с вчерашним путинским заявлением, она как-то изменит стратегию на этот год и на следующие годы, или все-таки у вас она останется старой? Вот, собственно, все. Нет, в целом нет. В целом мы, как прежде, мы будем работать и по кроссбордер-модели, так и по онлайн-модели, так и онлайн-офлайн, то есть, от онлайн-то офлайн, но и самое главное, чтобы предоставить самые лучшие и правильные товары для людей, которые действительно создают удовольствие. И вы знаете, что в этом году мы стали еще и генеральным спонсором программы «Голос России». А я смотрю, а «Голос России»? «Голос России», да. Ничего себе. Вам нравится наше шоу? Да, неплохо. У меня есть коммерческое предложение, мы его обсудим позже. Да, конечно, тайно. Занавесами. Да, да, потому что в нашей коллаборации находится и краса России, и красавица России. Это, конечно, шутки, но тем не менее, скажи, пожалуйста, про вот, вот, ле-экко. Ле-это музыка, правильно? Нет. А как ле переводится? Ле-это переводится как веселье. 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 То есть, правильно я понимаю, что у вас веселая экосистема? Или вообще какая философия вот в этом, в ле-экко? То есть, что это? Ну, это экосистемный проект, экосистемная система, которая состоит пока из семи под-экосистем, которые ориентируются, в первую очередь, именно контентом, ориентированным услугом. Потому что люди хотят увлекаться именно, получить удовольствие от жизни, от использования разных технологических гаджетов, использования интернета и так далее. То есть, я правильно понимаю, что ле можно перевести как кайфуем или кайф? Ну, кайф, да, это хорошее слово. Прикиньте, как вам? О-о-о-кайф или зао-кайф. Итак, друзья, вопросы еще давайте ваши. Давайте вопросы. Мы потому что хотим очень вручить вам вот такой смартфон, которым Саша снимает. Собственно говоря, давайте. Есть? Да, сейчас. Поднимайте к нам сюда. Нихау. Вот я Ольга. Будем говорить по-китайски. Да, будем говорить по-русски. Очень рада попасть на презентацию. Я журналист и хотела бы узнать, насколько есть будущее, стартаповское будущее у благотворительных проектов. Ну, это специфически, да? Надо конкретно смотреть, какие именно благотворительные. Я думаю, в том числе, допустим, для «Голоса России» в рамках подобной программы будем организовать подобные программы. Насколько возможно сотрудничество вашей компании и моего проекта в поддержку мам, воспитывающих особых детей? Потому что я представитель Московского совета «Мама особых детей». И, естественно, детям необходимо постоянно средства на реабилитацию и лечение. И я, честно говоря, вот сейчас в стартапе и думаю, насколько вообще возможно партнерство и стоит ли начинать в этом направлении двигаться. Но начало уже есть, отсняты проекты. Насколько это вообще интересует сейчас людей? Вопрос к вам, Виктор. Пока не изучал конкретику. Ну, давайте по порядку, да? Заниматься, я так понимаю, как и основатели компании «Майкрософт» все время говорили, заниматься благотворительностью. Это далеко не простое дело, не просто, то есть, бросание денег. А это нужно точно знать, какие цели и все это степ за степ. То есть, степ за степ. То есть, шаг за шагом надо делать. Вы знаете, у меня есть такая идея. Я тут совершенно недавно, точнее, вчера познакомился с представителями Билайна. И у них там есть такой мощный мобильный челлендж. Они именно среди женских стартапов отбирают проекты, которые хорошо интегрируются именно вот в Билайн-эко-среду. А именно, ну, например, кто-то сделал мобильное приложение, кто-то сделал какой-то сервис. Причем, может быть, даже не интегрирующийся, но, скажем так, через шаг, то есть, через колено, которое идет. И на этом, во-первых, и монетизация, и некая вербализация. Вопрос. Уж исходя из того, что ли эко, это действительно такая большая эко-структура, где и автомобиль, и телевизор, и музыка, и спорт, и смартфоны. Вот главный ориентир, скажем так, на 2017 год, российского ли эко, это, а, просто продажа смартфонов, или продаж смартфонов и развитие сопутствующей эко-среды. Ну, и второй. Это ответ второй. Второй, да? Эко. Это специальный подход. Ну, это, то есть, я правильно понимаю, что ли эко открыт ко всем производителям, как мобильного контента, так, сервис контента, или контента через колено, через руку, да, который, то есть, что оно в итоге будет, скажем так, с теплом воспринято конечным пользователям, и отсылать будет некое тепло именно ли эко, что благодаря ли эко человек вот этим воспользовался. Ну, правильно, правильно, потому что мы сейчас не только еще делаем, скажем, экспорт товаров из Китая в Россию, но также из России в Китай, и на главный рынок в Индию, Гонконг, в США, где мы присутствуем. Спасибо. Так, друзья, ну, еще вопрос давайте. Вот, еще вопрос есть. Добрый вечер, Виктор, спасибо большое за то, что вы посетили стартап-шоу. Очень интересная презентация. У меня вопрос такой каверзный. Наверняка ваши маркетологи, стратеги изучали российский рынок, прежде чем зайти. Вы знаете, что, ну, можно сказать, 80% рынка в премиум-сегменте это Apple. Вот. И мой вопрос связан, ну, два вопроса, наверное, таких. Первый вопрос такой, ваше личное мнение, есть ли будущее у Apple вообще, в принципе, на рынке России и на мировом рынке. И второй вопрос, как вы, планируется ли компания Leica победить Apple на рынке и завоевать лидирующие позиции? Отличный вопрос. Судьба Apple достаточно спорная. И, в принципе, как вы видите, после выхода седьмой, то есть iPhone 7 и iPhone 7 Plus, уже, мне кажется, многие эксперты уже делают свои выводы о дальнейшей судьбе этой компании. Ну, мне кажется, время покажет. Все-таки человек оболагает, эпоха располагает. Я думаю, у каждой компании, у каждого достойного конкурента есть свое будущее. Второе, как мы себя позиционируем. Я думаю, что мы готовы побороться со всеми самыми крупными компаниями. И не только Apple, Samsung, LG, Sony, Huawei и так далее. И, в общем-то, бизнес-модель этой компании все-таки уникальная. Во всем мире нет второй компании, которая занимает столько, скажем, обширные порфириумы, инвестиции и продуктов. Ну, да. Тут вообще касательно Apple, знаете, мне кажется, можно очень долго упорно рассуждать. Но мне что очень понравилось вот в вашем видеоролике, что, во-первых, были сказаны слова, ну, по очень близкой той же философии, но мне кажется, она единая. Что если тебе 99 человек говорят нет, делай, значит, точно. Потому что это 99 человек, это самая масса, а успешные люди, они единицы. Вот. Это как бы первое. А второе, что я правильно понимаю, что у вас собственная операционная система? Да, собственная операционная система, да. Да-да-да. То есть у вас операционная система, то есть это не переделанный Android? Это на базе Android. На базе Android, да. То есть он там разобранный, то есть это не Linux, именно Android, да? Да, Android. Android, но весь перелопаченный под вас. То есть он надстройка. Надстройка. Да. Так, друзья, ну и последний вопрос, наверное, задам тут парню. Я знаю, что это умный парень, ты представься, пожалуйста. У него столько титулов, он чуть ли не академик, молодой, а чуть ли не академик. Давай, представься. Да, спасибо, Иван, спасибо, стартап-шоу. Добрый вечер, друзья, добрый вечер, Виктор. Меня зовут Нихао, да. Меня зовут... Нихао? Я был в Гуаншоу, поэтому... Меня зовут Илья Борисовский, я сооснователь проекта «Ноусфера». Мы его презентовали также на площадке стартап-шоу в предыдущий раз. Вопрос следующий. Виктор, какую функцию, по вашему мнению, возможно встроить в экосистему компании «Лиэко», телефоны компании «Лиэко», чтобы для всего мира отразить и показать всю красоту русских женщин? Спасибо. В ближайшее время мы начнем с запуска одного проекта, я надеюсь, в этом месяце. Это называется «Пелка Лайф». Она как раз будет реализоваться показ красивой русской леди для, в первую очередь, для русской аудитории, а потом для китайской и также для глобальной аудитории. Вау, круто. Спасибо большое. Друзья, большое спасибо за вопросы. Виктор, ты определишь победитель или я? Мне кажется, вы хозяин, сам себе режиссер. Спасибо большое, Виктор. Я признаюсь искренне, меня вот этот умный парень, он всяко поражает. Я выберу этого Борисовского, потому что вопрос был непростой. Он, смотри, он долго слушал слова «Экосистема», «Русские красавицы». То есть он считал все то, что вы говорили и составил из этого вопроса. Вот за такой смарт, собственно, я и предлагаю вручить ему этот смартфон, где все на сцену. А вам, девушки, рекомендую с этим полуакадемиком дружить, он там вообще мегаумный. Спасибо вам. Саша, где у нас еще один смартфончик? Спасибо. Саша? А, да, здесь. Спасибо большое. Всем спасибо. Русские девушки, вам огромное спасибо. Русские мужчины и другие мужчины мира, берегите наших женщин. Ура! Спасибо тебе большое. Виктор, у меня больше вопросов нет, зал тоже не будет вас мучить. Может быть, буквально пару слов скажете, и мы продолжим. Ну, прошу любить и жаловать. Пожалуйста, приходите на наш фирменный магазин в торговом центре «Атриум». Там вы увидите то, что мы сегодня рассказывали. И не только. Надеюсь, скоро еще будет электромобили. Мы открываем продажу. И, пожалуйста, приходите, забирайте, покупайте. Также 120-дюймовый экранный телевизор тоже покупаете на здоровье. Фантастико. Я предлагаю, может, мы сделаем какую-нибудь промо-акцию? Лека, стартап-шоу рекомендует. И вот все, кто здесь был, мы все дружно придем и все дружно купим. И нам что-нибудь за это будет? Ну, да, с большой скидкой. Вот, например, так. Все, большое спасибо, Виктор. Спасибо большое. Мы еще продолжим потом общение после мероприятия. Присаживайтесь. Друзья, если есть вопросы, продолжайте общение. Пожалуйста, если вопросы, пожалуйста, приходите ко мне. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.